Выбирая TV-Box, следует обратить внимание на одну из главных его способностей, а именно прием и передачу данных. Я имею в виду не только его подключение по витой паре через разъем RJ45, но и беспроводную связь Wi-Fi. Несомненно, скорость передачи по проводу будет больше, чем по Wi-Fi соединению. Хотя, давайте посмотрим по тестам. Тест по скорости передачи я буду проводить с помощью хорошо себя зарекомендовавшего TV-Box X96 Max. Приставку можно подключить как на диапазон 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц. И проведу я тесты на расстоянии в одном метре от роутера без преграды и через две бетонных стены. Средним между роутером и приставкой в этом случае будет приблизительно 9 метров. Итак, приставка расположена от роутера на расстоянии одного метра. Подключаюсь к сети 2,4 ГГц. Проведу тест на одинарное соединение. Сначала проходит тест скорости на прием данных. Теперь на передачу. Посмотрим множественное. Снова идет тест на прием. И на передачу. Выходим из программы для изменения сети на 5 ГГц диапазон. Подключаюсь к сети. Как видите, я ее так и назвал. 5 ГГц. И провожу такие же тесты. Одинарное. Также проходит тест на прием. И на передачу. Теперь на множественное. Прием чуть быстрее, чем у 2 ГГц диапазона. Передача тоже немного быстрее, но не сильно. Это общий тест. И судя по нему, 5 ГГц выигрывает, но не сильно. Показатели практически одинаковые. Напомню, что красный значок – это одинарное подключение. Зеленый – множественное. Следующий тест я провел, как и сказал ранее, на расстоянии приблизительно 9 метров между роутером и приставкой. Между ними расположены 2 стены. И приблизительно это выглядит так, как на картинке. Я не буду утомлять вас тестами, так как весь процесс измерения проходил аналогично тому, который я провел на расстоянии 1 метра. Просто покажу результаты и расскажу, что к чему. В этой таблице вы видите результаты измерений. Внизу это те измерения, которые я проделал на расстоянии 1 метра от роутера по Wi-Fi соединению. Желтым цветом отображается результат по каналу 2 гига. Зеленым – по каналу в 5 гига. Разница, как я уже говорил, есть, но не очень большая. В самом верху – это результат измерения сигнала, передаваемого по витой паре, провода, протянутого от роутера к приставке. И в средине таблицы отображаются показатели измерения на расстоянии 9 метров по Wi-Fi. Здесь, конечно, скорость по диапазону в 5 гиг, такая же и осталась, как на расстоянии метра. А вот скорость по диапазону в 2 гига существенно упала. Смотрите. 70 и 29. В то время, как у 5 гигагерцового диапазона скорость упала с 83 до 81 мегабита. Мало того, если сравнить скорость 5 гигагерцового диапазона со скоростью по проводам, то можно сказать, что она такая же. Напомню, что тесты я проводил на базе TV-Box X96 Max, у которого установлен мощный передатчик. Кому интересно, посмотрите на него вживую. Вот он. А это антенны. Так что, если вы только собираетесь приобрести приставку, присмотритесь к этой. Ссылка на нее расположена под этим роликом. Друзья, оцените этот ролик, а также подписывайтесь на мой канал, на котором я выкладываю интересную информацию, программы, распаковки. Да, в общем, заходите и сами все увидите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok